привет вот это вот балтийское море находится за нами сейчас мы находимся возле города мальмю это в швеции и направляемся в ближайшие две недели ну точнее неделю наверх нам надо в сторону мыса нордкап это в норвегии то есть самая северная точка получается норвегии вот и цель поездки какая мы хотим посмотреть северное сияние значит вчера у нас был доезд из германии до швеции мы вчера съехали сюда на это место два часа ночи поэтому я такой еще только встал доезд в принципе там показывать ну для меня уже привычно особо нечего вот так вот себе дорогу расчищают когда кто-то не додумался или решил не вовремя поменять полосу помогаем тут чуть-чуть закипел гольф сейчас залили еще воды в него может быть вентилятор не крутится не знаем пока сейчас чуть подостынет заведем его но больше мы тут ничем помочь не можем поедем дальше так выглядит граница германии и дании знак так сейчас красный свет горит так нас пропустили там шмонает мотоцикл первая ночь спится отлично как дома насчет все установки потом покажу спокойнее будет установка тут везде вчера зайцы были толпами а вот там мы стоим за большим серым сразу мы стоим вот там находится море вот тут такие туалеты вот зеленая лампочка показываешь и свободно здесь можно еще накачать воздух но тут движение есть но ночью практически никого не было бесплатная парковка все сегодня уезжаем в сторону осло поехали не знаю на всякий случай канистру нальем сейчас подъехали к берегу вот в том доме увидели очень много фотографов с огромными телеобъективами может там человек десять вот там они сидят если я понял все правильно оказывается сейчас швеции проходит чемпионат по наблюдению птиц и выиграет тот кто за своего участка увидит больше то ли количество то ли разнообразие птиц и вот они там сидят получается у них такая команда и пытаются выиграть этот чемпионат за машине издеваются не знаю надо будет потом проверить сейчас пойдем немного на подцепиться покушаем и затем остаемся дальше следующая остановка будет гетебург посмотрим что за городок а так что за городок Продолжение следует... Какие-то булки. Не знаю пока что внутри. Мягкие. Очень холодно. Может градусов 5? Вот так вот люди там тусовались. Представьте в такой температуре там плавать целыми месяцами. Офигеть. Так темно, как ночь практически. Отличие от других музеев. Прям погружает в атмосферу. Смотрите, что тут есть. Можно, нет? Это музей Фрам. Это корабль, который совершал в начале 20 века экспедиции к Северному и Южному полюсу. Такой крюкатенький, чтобы его льдом не раздавило. И весь музей построен вокруг вот этого корабля. Паровая машина на гусеницах. Получается, как будто бы первый танк. Вот это вот что за дырка? Кто знает, пишите в комментариях. Офигеть. Так, сегодня мы были в Осло. Там мы были в музее. Как называется это? Фарм? Фарм? Фарм. 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 Фарм, по-моему, называется это корабль, который совершал экспедицию к Северному полюсу. И потом к Южному полюсу. Там эта экспедиция была успешной. Это первые люди, которые выселились на Южном полюсе. То есть достигли именно полюса. В общем, там мы побыли в Осло. Больше там смотреть, чтобы мы ничего не смотрели. И затем мы поехали на север. Ростай. Поехали. Так, собирались ехать наверх в сторону Трондхай. Мы, естественно, не успели. Вот. И мы сейчас высадились в таком вот заповеднике. Посмотрите. Тут выглядит как будто бы на Марсе. Ну, если не считать дорогу, допустим, вот сейчас вот сюда выйти. Смотрите, растительность очень специфическая. Вот такая вот полярная какая-то. Смотрите, как выглядит. Это типа национальный заповедник. Вот там обычная дорога. 27 трасс называется. Вот. И здесь вот такая вот грунтовка. Тут еще, в принципе, качество окей. Но есть местами такие булыжники. Пришлось их объезжать долго. Почему мы сюда забрались? Может быть, завтра утром пролетим кружочек. Посмотрим, что тут наверху. Так, а пока мы будем кушать. Ну, привет. 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 Я готовлю мураш, лапша и горкар. Кто это не ел, тот не жил еще. Нед agile. Похотsanый. Нед Reserve. Не повехило. Какpreneя свыше, хлопот. чистота порядок вот тут даже можно теплую воду поставить придется тут принимать душ для этого нам надо полотенце и если же вот такой вот варежку мочишь моешься вытираешься переодеваешься общественное место то есть но это обычная парковка сейчас покажу тут заехали и посмотрите какая чистота вот там остановились тут бетонное здание со стеклом но опять же скандинавская архитектура ну и типа информация для туристов а здесь вот такой вот мостик деревянный и вот скандинавский дизайн опять же очень индустриально с одной стороны а с другой стороны через речку у вас уже начинается нетронутая природа Вот такие вот кругляшки, молоком я приду есть, колбаска, сухой хлеб, ну все, пока мы на этой парковке стоим. Вот за этим сыром я сюда приехал, сейчас я вам покажу вот такая вот вещь. Сейчас делаем небольшую паузу в богоугодном месте. Вот этот сыр вот такого он цвета, коричневого, и когда нам его первый раз показали, сказали, что он сладкий, на самом деле у меня были какие-то, ну насчет этого сразу отторжения, но смысл в том, что этот сыр сделан не из молока, а из ряженки, и поэтому у него есть вот такой вот карамельный специфический вкус. Ну что? Мне нравится. Ничего ты не понимаешь? Ничего ты не понимаешь? Да, я понимаю. Не понимаешь? А что ты пай что-нибудь? Понимаю. Мне нравится. Не верьте, очень вкусный сыр. Вкусный. Скучно. Скучно. Скучно, да? Да. Скучно? Вкусно! Вкусно? Нет, не, 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 не Субтитры сделал DimaTorzok Это похоже на стройке, но на самом деле это руины монастыря Мункиби, начало 13 века Тут жили, работали, служили своей службой монахи какого-то там ордена И вот в этом ордене это был самый северный монастыр на земле Видно тут сиденья, театр, наверное, летний Мне кажется, это все разбирают сейчас И к этому сезону все Сцены безбожные Тут немного такая пробочка, потому что ложат дорогу Но получается у них хорошо Дороги здесь идеальные Сегодня весь день ехали Примерно около 500 километров И сейчас мы в воду Отсюда едет паром до Москинес 16.45 Вот эта вот линия здесь без билетники Мы сейчас вторые И за нами еще три линии полностью Это те, кто резервировали билет заранее Вот так выглядит паром Сейчас ждем час И выезжаем на Лафоты И твой имя? Константин Мюллер Ина Мюлл... Эй, на Клайн Мюлл... 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 Мюлл...